Да-да-да-да-да-да-да! И они идеально на меня сели. Девочки 36 размер на 35. Ну, потрясающе! Очень расслабленно, ни к чему не обязывает. Шок, восторг и восхищение. Друзья, у нас так пасмурно и вообще противно, но оставить вас без новой примерочки я не могу. Вчера посмотрела на ночь Комаровского, и он уже кричит во все о том, чтобы мы никуда не летели, оставались по домам, и что вакцины никакой от коронавируса не существует, и что китайцы нас обманывают, и вообще нужно быть на страже. Но я лично всегда считала, что это какой-то маркетинговый ход для того, чтобы люди не заказывали товары на Алиэкспресс, и вообще мы с мужем планировали отпуск, а теперь, когда у тебя дома маленький ребенок, ты начинаешь бояться, пугаться и уже думать, стоит тебе куда-то лететь или нет. Напишите мне, как вы вообще относитесь к ситуации с коронавирусом, потому что как-то я что-то уже начинаю бояться Комаровского, я все-таки смотрю. Так, но не буду вас тут пугать долго страшилками, предлагаю начинать наш новый шоппинг-влог. Я в бешке и подобрала очень неплохой такой повседневный лучок, куртка-рубаха такая теплая в клетку, джинсы-бананы и очень милая водолазочка. По ценам, джинсы 899 гривен, это у меня 34 размер, в рублях это где-то 2000 с небольшим, с копейками, и водолазка стоит 499 гривен, в рублях это 1280 рублей. Хотелось под этот образ какой-то более чистый такой гольф, без полос, но я не нашла в бешке такого гольфика. Мне кажется, все вместе будет очень даже хорошо. Шикарнейшие туфельки есть в бешке, обратите внимание, какой красивый каблук, очень хорошее декольте. Туфельки и не матовые, и не лаковые, но белая обувь всегда очень выигрышно смотрится. Цена 749 гривен, это где-то 1900 рублей, и мне кажется, цена у них просто смешная. Такие туфли украсят любой ваш лук. У меня тут прям волосы электризовались, девчонки, горловина настолько маленькая. Если вы будете в макияже, все это дело просто сотрется, поэтому я еле-еле влезла. У меня маленькая голова, я не знаю, на кого рассчитана такая горловина у этой водолазки. Цвет очень нравится, но, конечно, к этому комплекту, вот с этими потрясающими туфельками и джинсами в цвете Camel, я подобрала бы все-таки однотонный гольф, чистый однотонный гольф с высокой горловиной. Мне кажется, тогда все было бы лучше, но так тоже неплохо. Туфли шестерка на шестерку, не на пятерку, девочки, ну, разве что подставить сюда какую-то силиконовую, такую, знаете, штучечку, но они такие модненькие, каблучок-бомба, очень мне по душе. Вообще, я очень люблю сочетание такого цвета джинс, брюк и белой обуви. Джинсы взяла бы в 32-м, если вы носите XS, эти немножечко велики, поэтому, если вы будете делать заказ онлайн, учтите это, девчонки. Давайте же глянем, как это все будет смотреться с утепленной рубахой. Ну, потрясающе, очень расслабленная, ни к чему не обязывает, пояс классно подчеркивает талию, пояс продается отдельно, но у меня никогда не было вот таких вот одежоночек, как из войлока, возможно, она будет скатываться, это такая куртка, рубашка, даже не знаю, как ее назвать. Расцветка очень хороша, мне нравится. А вам, девчонки, напишите мне в комментариях, как вам такой лучок, и тепло, и женственно, и комфортно. Субтитры сделал DimaTorzok Мода на жилеты мне очень нравится, примерять не буду, но даже с брюками из кожзама это все отлично смотрится. И очень мне понравились вот эти сапоги. Очень красивый каблук, нос, классные сапоги. В гривнах цена 1799, в рублях это где-то 4800 рублей. Я уже в Заре, девочки, вы просили показать платье в горошек, мне понравилось только вот это из представленных. Цена 1799, оно из вискозы, в рублях это где-то 4600, это платье миди длины, и оно без талии. И я бы носила это платье вместе с жилетом. Цена 1299 гривен, размер XS, полиэстер с эластаном наполовину. Ну, это мое восприятие красоты, мне кажется, что с жилетом будет хорошо. В рублях такой жилет стоит 3330 рублей. Чтобы добавить красок в наш образ, выбрала красную сумочку, 899 гривен она стоит. Это сумочка малышка, мне очень нравятся сейчас маленькие сумочки. И весной Пантон предлагает красный нам носить обязательно. В рублях это 2300 рублей. Оригинальная очень сумочка с такими узлами и с золотой фурнитурой, длинная ручка в комплекте. На распродаже удалось отхватить очень милые босоножки. Знаете, если вы будете одеты во все черное, одеваете вот такой вот яркий акцент, и все, весь образ ваш решается. Стоит 499 гривен, это 36 размер. Очень надеюсь, что мне подойдет на мой 35. Ну, а в рублях это 1280 рублей. Смотрите, небольшой каблучок, босоножки должны быть удобными. Да-да-да-да-да-да-да-да-а! И они идеально на меня сели. Девочки, 36 размер на 35. Если еще где-то есть на сайте на распродаже, обязательно берите. Очень удобные босоножечки, просто как тапочки. И я бы даже не делала никакой яркий маникюр на ножках для того, чтобы подчеркнуть красоту этих босоножечек. Ну, или какой-то, возможно, пастельный тогда оттеночек подобрать. Так, что хочу сказать про платье. Платье прекрасное. Вот прям прекрасное. Ой, я такая лохматая сегодня какая-то. Очень наэлектризовались волосы. Вообще зимой у меня с волосами такое что-то происходит странное. Я прям не могу. Литеральная ткань. Очень классная длина. Моя любимая расцветка, вы все уже это знаете. И хочется мне здесь, честно, талии. Поэтому я и взяла этот жилет. Можно подчеркнуть любым грубым пояском. Все это я уже неоднократно говорила. Платье замечательнейшее. И с этими босоножками, конечно, мне прям очень. Мне очень нравится этот вырез на груди. И посмотрите, я снимала водолазку в бешке. И как будто бы меня кто-то укусил. Красная вся шея. Водолазку, девочки, точно не берем. Будем искать что-то другое. Мне, конечно, нравится вся эта история и без талии. Но вот мужчины такое любят не очень. И даже мой муж часто говорит, что ему хочется, чтобы талия была подчеркнута. Я люблю, когда все свободно. Но, чтобы подчеркнуть талию, не пояс, а жилетик. Ну, класс. Смотрите, сразу абсолютно не скучно и не банально. Потому что многие говорят, что горохи надоели. Но мне лично нет. Но я часто слышу такое, что надоело, надоело, надоело. Очень скучно. Мне вот с белым жилетом сразу все заиграло совершенно по-другому. И акцентная такая обувь, мне кажется, здорово. Напишите, девчонки, как вам. Да. Ловится ли вам такой вариант весенне-летнего даже такого лучка. Если бы жилет был еще меньше, было бы даже круче. Если вдруг вам хочется очень-очень подчеркнуть талию, я бы поверх жилета одела грубый-грубый пояс. И все. Вот вам и решение вопроса. Так было бы еще оригинальнее. В руки красненькую малюсенькую малышку. И пошла. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Вот такие топы очень классно комбинировать с белыми рубашками. Есть такой бледно-молочный и черный. И очень приглянулся вот этот пиджачок. Цена в гривнах 1999. А в рублях это 5108 рублей. Смотрите, девчонки, очень крутые жакеты еще представлены на распродаже. Все по 999 гривен. Мне вот этот очень понравился. В рублях это 2550 рублей. Посмотрите на этот бриллиант. Среди гор, барахла на селе. Малюсенькая бархатная сумочка в жемчуге. 399 гривен, девочки. И любой ваш вечерний образ просто фантастический. Очень изящные лодочки. Я их так хотела, помню. Сейчас они на распродаже стоят 599 гривен. Любой весенний и летний лук очень классно подойдут. Прям с тех вышел. Помните, как я хотела эти астроносики? Только черные. Тогда они стоили 1600 гривен. Сейчас эти на распродаже 499. И красные, мне кажется, даже ярче. Как вам, девочки? Так как понтон сказал встречать весну в красном, мне кажется, надо брать. Тем более по такой цене. Косуху, красные губы и вперед. Как вам, девочки? Удача. Я тут присела на кофе. Хочу с вами немножко поболтать. Пока я снимала в Заре, в магазин пришла девушка с шопинг-сопровождением, со стилистом. Стилист был со своим ассистентом. В общем, целое дело при подборе гардероба. И вы знаете, девушка настолько светлая, вот видно, настолько добрая. У нее хорошая фигура, у нее есть талия, есть грудь, у нее классный рост, она высокая. И вы просто не представляете, как они ее изуродовали. На ней были все, вот все луги, которые они ей собирали, пока я там снимала, это все были такие мешковатые, какие-то ужасные образы, которые вообще никак не подчеркнут ее ни женственность, ни хрупкость, ни вообще ее харизму. Во всем этом нет никакого характера. Вот все, знаете, как по книжке, по модным тенденциям, как советуют стилисты, так как надо делать. Девочки, я не стилист, никогда им не буду. Просто, знаете, было видно, что девушке некомфортно в этом всем. И она такая скромная, ей так неудобно было сказать этим людям, что ей это все не нравится. Но представляете, она потратит такую сумму денег на новый гардероб. И я уверена, что больше никогда не обратиться к стилистам. Девчонки, не тратьте деньги на это. Мне кажется, это лишнее. Сейчас можно вдохновляться кем угодно. На ютюбе, в инстаграме, пробовать что-то новое, экспериментировать. Я как-то не боюсь экспериментов. Все свои эксперименты я показываю вам в своих примерках. Просто мне ее по-человечески, знаете, за нее по-человечески стало мне очень жалко. Жалко ее потраченного времени, сил, денег. Поэтому хотелось с вами поделиться этой историей. И пока я тут пью свой капучино. И вы знаете, в Лавине, в Украине, если я хочу спрятаться от людей, я захожу в магазин «Всы свои». И тут на втором этаже, среди шматья, есть такая маленькая кофейня. И тут можно спрятаться, тихонечко посидеть. Смотрите, покажу вам вот такой вот антуражик. Просто вот здесь делают кофе. И можно заказать себе капучино, латы, конфетки, какой-то десерт и присесть на втором этаже и наблюдать за людьми, например. Я люблю такое. Ну а сама кофейня, видите, вон там, на заднем фончике. Хочется просто сказать, что это беда нашего времени, когда люди благодаря YouTube могут освоить вообще любую профессию и вдруг называть себя там стилистом. Мне вот, например, так чудно, я когда включаю какие-то ролики, и первое, что говорит девушка, я стилист, я персональный шоппер. Как? Благодаря чему? Всему нужно учиться. И человек должен быть компетентен в любой области. Поэтому во всех своих видео я всегда говорю, что я не стилист. Мне кажется, что это правильно и честно. Я не собираюсь заниматься шоппинг-сопровождением. Я просто освещаю вам какие-то новинки, показываю какую-то одежду и все свои эксперименты в моих примерках. Знаете, просто жаль, так чисто, искренне жаль эту девушку. Ну, я пожелаю ей всего самого лучшего, пусть таких случаев у нее в жизни больше не будет. Взяла себе конфетку, кстати, клубничку в шоколаде. Ну, как всегда, чашку кофе, а то я что-то расстроилась после всего увиденного. Я вообще, девочки, такая мнительная, я такая восприимчивая, я так легко расстраиваюсь у других людей. Это какой-то ужас. Какая вкусная клубничка. Заходите обязательно в эту кофейню, очень вкусно, правда. Я уже в H&M. Замечательный жакет из новой коллекции. Стоит 849 гривен. В рублях это 2163. Мне кажется, что эти жакеты просто разлетятся, как горячие пирожки, потому что цена классная, даже без скидки. Это, девочки, к сожалению, полиэстер, но расцветка очень светлая. Цвета подобраны очень такие приятные. С джинсами, с черными брюками. Жакет такой немножечко удлиненный на мой рост. Метр шестьдесят четыре. Просто если вы будете делать заказ на сайте, чтобы вы могли ориентироваться. Мне понравился. Заберу его с собой. В Заре взяла только вот эти красные ботинки, маленькую белую сумочку. В прошлый раз я ее не взяла. И вот эту малышку с жемчугом. Она мне очень понравилась. Она прям малюсенькая, такая, как моя ладошка. Но с любым платьем-комбинацией это будет так выигрышно. Конечно, телефон туда не влезет, но телефон можно отдать мужу, в крайнем случае. Или парню. Шок, восторг и восхищение. Джинсовая рубаха. Скорее, это рубаха, наверное. Это сложно назвать блузой в женском гардеробе. Это и не куртка. Я обожаю такие штучки. У меня много таких джинсовых объемных рубашек. И даже я покупала их иногда в мужских отделах на распродажах. Я такое очень люблю. Но здесь в комплекте еще и есть поясок. В рублях это 3,560. Как же круто будет в сочетании с белыми джинсами, с белой обувью. Даже с этими туфельками из бешки, которые мы примеряли, было бы очень здорово. Можно с шортами короткими одеть, с какими-то из кожзама. Будет тоже очень оригинально. Эти рукава я не могу, девочки. Это любовь, конечно. Вау. Мне очень по душе, что она именно застегивается на кнопки, не на пуговицы. Потому что пуговицы это такое мочение. И талия подчеркнута. И такой сложный крой на рукавах. А, обожаю. Такие штучки часто можно искать на секондах. Если вы знаете какие-то крутые винтажки, обязательно заглядывайте туда, потому что там вот можно такое приобрести гораздо дешевле. Напишите мне в комментариях обязательно, как вам такая штучка. Без пояса тоже смотрится очень хорошо за счет вот этих объемных рукавов. Конечно, эта штучка крутая. Вы знаете, что я не очень люблю H&M, но, как видите, что-то можно наискать. Музыка. 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 И еще один лучок. Попробуем сложить из розовой такой вот блузы. Стоит 429 гривен. Она из натуральной ткани. И джинсиков бананчиков в карамельном оттенке. Даже я бы сказала, что это такой цвет camel. Кстати, джинсы классно сочетались бы с вот этим пиджачком. Музыка стоит 999 гривен. В рублях это 2540 рублей. Ну, а блузка вообще такого потрясающего цвета и такая дешевая. 429 гривен в рублях это 1100. Ну что ж, давайте примерять. Не знаю, конечно, как сядут джинсы. На меня в H&M все огромное. Ну, попробуем. Ну, просто божественная блуза шикарнейшего, нежно-розового цвета. Просто по смешной какой-то цене. Еще и из натуральной ткани. Конечно, вызывает восторг. Ну, брюки, джинсы. Скорее, это брюки девочки. Не вызывают у меня никаких чувств, честно говоря. Брюки как брюки. Да и не очень сильно мне нравятся, как они сидят. Моя кость цены дужи. Конечно, заберу эту блузу с собой. Она просто восхитительного цвета, зефирчика. Весной прям хочется розового. Я не знаю, почему. Я никогда такой цвет не носила раньше. А это прям вот хочу. Еще бы подобрать какие-то классные брюки, джинсы. Да, в принципе, любые джинсы. Синие сюда 100% встанут, белые станут, черные. Любые. Классный цвет. И 3 копейки, девочки, надо брать точно. С жакетом не знаю, как поступить. У меня столько жакетов. Еще один очередной жакет. Но он такой красивый и такая классная цена. Даже не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что ж, вот такой вот была моя сегодняшняя примерочка. Старалась показать вам какие-то вещи и на скидочках. И что вообще можно еще приобрести по хорошим ценам. Если вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Не забывайте писать какие-то комментарии. Всегда очень интересно потом читать, что же именно вам понравилось больше всего. Но я не прощаюсь. Говорю вам до встречи в новых примерочных. Пока-пока. Пока-пока.